Привет, это Reborn, у Найса вышел новый ролик, называется Как я ставил ловушки для самого себя Что? Зачем ставить ловушки для самого себя, немножечко непонятно Там еще интеллигентная мышь нарисована Вот это мне уже нравится Короче, давайте смотреть Надеюсь, будет весело и интересно, как обычно Погнали Это типа Росомаха Да-да-да, это отсылка на старый мульт по Людей Мэкс Просто не понимаю, но мы же были так счастливы вместе, блин Я не смогу вести себя, не смогу Игра в дурака на отжимание под сикой А че не сможешь-то, че, пить нельзя больше или че? Браво, браво Продал гараж Продал гараж Отличное выступление, босс Но неужели на этом все закончилось? Нет Расскажете? Нет Ну, так как ты являешься плодом моего больного воображения Тебе-то я доверяю А нам? А нам не доверяешь? Только никому не рассказываю, окей? Не, он-то не будет, ты расскажешь Я бы не хотел, чтобы об этом узнала Около... Около... Я бы еще один лайк поставил, но не могу за Линкенпарк Не-э... Классно, драйк Отлепка к Армии 2? Ладно Это же маска Путина, не? Офигенный турак Три года до армии Так Я кстати помню эту историю Да, вообще офигенная анимация была Потому что, братишка, я хочу просто синячить Я задумался об отжимании И без карт Но все тщетно Потому что если раньше я не мог заставить себя отжиматься Потому что было слишком сложно То теперь я не мог заставить себя отжиматься Потому что уже было слишком легко Но армия на подходе А я все еще в состоянии чуть лучше, чем просто плохо Поэтому единственным вредом Не знаю, значит я хуже, чем просто плохо Там было придумать новый план По тому, как провести себя в форму до армии А зная предпочтения моих друзей И их отношения к людям, которые ходят в качалку Ты глупый или что? Так я хожу в качалку и тягаю, блин, бочонки с пивом Ты че, чувак? Я понял одно, что к этому надо подойти По особенному И вот знаете, каждый, наверное, смотрел фильм «Один дома» Ну а конечно, раз 100 Маленький мальчик ставил ловушки в каждой комнате для грабителей И они типа такие Это че, Танос? И мой план был примерно такой же Только единственное, что я был и этим мальчиком, и грабителем одновременно Не улавливаю логику Как это может тебя подготовить к армии? Ща, давайте узнаем Для большинства комнат в своем доме я поставил условия Или, так сказать, ловушку для себя же То есть, если получается так, что я нахожусь в какой-то комнате Или просто прохожу через нее То мне надо выполнить определенное действие Все комнаты можно было подразделить на уровне сложности Первое и самое простое Это ванная на первом этаже На подоконнике ванной я положил экспандеры для кистей И каждый раз, когда я заходил в ванную В первую очередь, я выполнял по 20 джимов на каждую руку Аааа, живот болище обосро 20 джимов Аааа Наконец-то теперь можно посрать Да-да-да-да-да Именно так, я это и представлял Еще С золотым ершиком Так, подождите Ты что, жил в геленджике? Вторая сложность Коридор на первом этаже Каждый раз, проходя по коридору Мне надо было выполнить 15 прыжков на скакалке И тут мама или сестра идет тебе на встречу И такой АААААААААА, как вам? мне кажется столуха на выполнить отжимания на брусьях от пяти до десяти по состоянию и лунную походочку на выходе из кухни не знаю к чему это было я просто хотел учиться сколько сложности интересно будет одно из самых сложных потому что там я расположил лежак для жима проходя по коридорам втором этаже мне надо было выполнить жим от груди десять раз это наверное сидела себя в комнате такой нет я никуда не пойду меня очень лень заниматься срать захотелось наверное все таки придется да как-то усы как будто это не нос пятая сложность моя комната для комплексом из двух упражнений а наоборот комната самая сложная тогда можно оставаться в туалете вообще ни о чем не париться который я должен был выполнить как только заходил свою комнату это 10 отжиманий и 10 на пресс и вы наверное думаете почему это самое сложное ведь отжиматься я мог и больше ведь я в этом хорош да потому что каждый раз после пресса я жуткие боли из-за которых я после этого упражнения лежал бледный да ладно 10 раз пресса но это же не так сложно я вон толстячок и 10 раз смогу сделать без проблем вообще я просто из комнаты больше не выхожу сижу здесь постоянно поэтому 10 раз за день легко полчаса встать теперь представьте сколько раз за сутки в среднем человек может циркулировать по своему дому 1 ну ладно 2 в туалет то надо выйти поверьте много особенно с учетом того что мать не знаю какое занимаюсь дичью любит позвать меня и что-то я прекрасно понимаю зовут из другой комнаты и пока не придешь не скажут да дохрена я пришел зачем лайк если у вас мама такая же да просто решил тебя позвать ну уроки сделал да ну все тогда можешь пойти поиграть ради этого я вставал из-за компьютера и делал подходы зачем я никуда не хочу я здесь останусь по крайней мере в основном или же попахивает билетом психушку да нет почему нормально это конечно лютейшая просто жесть мне кажется после этого стал сайтамой поэтому его такие классные анимации а потом лежишь и уже понимаешь лучшее пусть мать накричит на тебя потому что ты не подходишь к ней когда она тебя зовет чем лишний раз пускаться офигенно а я думала тебя дома нет ты чего не отзываешься а ты бы меня услышала если бы я крикнул в ответ нет конечно это не царское дело слышать кого-то когда мне кричать в ответ так то ты хотя бы подвигался бы а то сидишь у своего компьютера и не выходишь погоди-ка ты сказала что думала меня нет дома да а я думал сова шуточка с опозданием но прибыла по адресу Чё? Какая сова, я не понял. Только не провод от компьютера, только не провод вам, только не провод! Ну и естественно, чтобы ощутить полную готовность к армии. А какой этап был дальше? Пишите ваши догадки в комментариях. НЕТ! Давай сам расскажем, потому что это шикарно, я не хочу догадываться. И до скорого! Спасибо за просмотр. Офигенно, просто. Это просто великолепно. Я не могу перестать удивляться, насколько классно делает Найс анимации. Насколько он классно прописывает сюжет, сценарий и юмор. Побольше бы, почаще бы. Я, я, я тащусь, я не знаю, я давно так держал. Спасибо Найсу большое за контент. Я к армии хорошо, что не готовился, потому что я в неё не ходил. А что там делать? Неинтересно, я лучше возле компьютера посижу. Как вам такое? Вот и я о том же. Ну если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. С вами как всегда был Ири Борн, всем спасибо за просмотр, всем пока!